Посмотрев записи камеры гостиной, я увидел, как скелетоподобный монстр стоит у входа в коридор. Его наросты из ребер и позвоночника обвели входную дверь, но моя жена как будто не чувствовала страха, она шла прямо в лапы к этому монстру и мило улыбалась. А перед началом видео, подпишись на канал и нажми на колокольчик, этим ты безумно поможешь в развитии канала. Приятного просмотра! Ангел в христианской религии – это духовное, бесполое существо, исполняющее волю Бога и обладающее сверхъестественными способностями. Традиционно ангелы изображают как прекрасное и совершенное существо с крыльями за спиной. Но на самом ли деле эти существа выглядят так, как их изображают в книгах и на фресках? Очевидцы постоянно рассказывают о встрече с ангелами в разных уголках мира, и обычно описывают их как самое прекрасное, что они когда-либо видели в своей жизни. А их голос слышится людям как самый красивый и мелодичный из всех когда-либо слышимых звуков. С развитием технологий мы наконец смогли увидеть истинное обличие существа, которое является людям, так как камере невозможно задурманить разум и в объективе останется пугающая реальность. Просмотрев камеры наружного наблюдения, женщина увидела, что общалась не с безупречно красивым существом, а с огромным скелетоподобным монстром. Существо, представившееся хозяйке дома как ангел, было похоже на скелет, немного выше среднего человеческого роста, около двух метров в длину. Ангел еле помещался в дверном проеме дома, а из его ребер и позвоночника торчали отростки, образуя что-то в виде крыльев, которые женщина в дурмане приняла за пышное оперение ангельских крыльев. Самое ужасное, что эти отростки двигались как щупальца, они могли увеличиваться в длине, а существо могло ощупывать и брать ими предметы. Также изначально показавшийся мелодичный голос ангела на записи был едва уловимым шепотом на неизвестном языке, но хозяйка клялась, что слышала чистый родной язык без акцента. Получается, что существо может изменять свой голос, как и внешность, а также человеку будет всегда казаться, что ангел говорит с ним на его родном языке. Существо питается эмоциями человека, перед которым является. Этой пищи ему хватает надолго, поэтому явление людям происходит не так часто. После общения ангел дотрагивается своими отростками до человека, и тот сразу же теряет сознание, а существо растворяется в пространстве. Есть мнение, что питаясь эмоциями, ангел забирает только негативные, поэтому после пробуждения жертва ангела чувствует лёгкость тела и ясность сознания. Ангел не является паразитом или враждебно настроенным по отношению к человеку, просто это его суть, и он вынужден искать людей для пропитания. Эта история произошла с одной семьёй, проживающей в тихом уютном посёлке в частном доме. Места здесь тихие, но отец семейства был вынужден установить камеры наблюдения из-за частого посещения дома лесными гостями, так как их частный домик находился на окраине посёлка, а по другую сторону дома стоял нетронутый человеком глухой лес. Это был типичный, ничем не отличающийся от остальных дней вечер. Семья поужинала и готовилась ко сну. Дети разбрелись по своим комнатам, а супруга с мужем сидели в гостиной и досматривали передачу по ТВ. У отца семейства сегодня выдался трудный рабочий день, поэтому муж, поклевав носом полпередачи, не выдержал и направился в спальню досматривать сны. Жена пообещала быстро досмотреть телевизор и сразу же присоединиться к супругу. Больно интересная передача попалась ей сегодня. Досмотрев телевизор и уже собравшись подняться в спальню к мужу, женщина услышала в прихожей какие-то подозрительные шорохи. Решив, что это муж, она без сомнений направилась к выходу из гостиной. Каково же было ее удивление, когда дверной проем преградил какой-то красивый длинноволосый юноша с правильными чертами лица. В обычной ситуации жена бы подняла панику и закричала, так как чужой мужчина как-то проник в их дом, но в ее голове была безмятежность и она понимала, что это существо не человек, а нечто другое. Заметив за спиной парня крылья, хозяйка все поняла. Парень улыбнулся белоснежной улыбкой и прекрасным мелодичным голосом произнес ее имя. Дальше женщина ничего не помнила, так как потеряла сознание. На шум от падения женщины в гостиную ворвался муж и стал приводить жену в чувство. Придя в себя, женщина принялась ярко описывать свои галлюцинации, мол, к ней ангел приходил, а также похвасталась мужу превосходным настроением и прекрасным самочувствием. На следующий день муж решил посмотреть кадры, записанные камерой в гостиной прошлой ночью. Вместо ангела мужчина увидел, как у двери из воздуха материализовался огромный скелет с какими-то наростами, которые шевелились в разные стороны. Они как будто обвели дверной проем там, где стояло существо. На удивление, завидев монстра, жена не только не испугалась, а улыбнувшись, сама подошла к существу. Скелет страшно прошипел что-то на непонятном языке и потянулся своими щупальцами к супруге. После прикосновения бедная женщина лишилась чувств, а существо ушло так же, как и появилось, бесследно растворившись в воздухе. Что вы думаете об этом? Пишите свои мысли внизу под этим роликом, а шесть рандомных попадут в начало следующего ролика. До новых встреч! Ха-ха-ха-ха-ха-ха! Подпишись на огонька! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok